Хм, вы думаете, что вы видели всё в этой игре? Но это ваша большая ошибка. Сколько их тут? Их тут 50 человек! Эта история началась очень давно. Два искателя приключений путешествовали по карте и наткнулись на город. Они пытались подружиться с жителями, но они не знали, что этим городом управляют опасные банды. По моим подсчётам, их там было около 100 человек. Они захватили власть, и нам нужно было с этим что-то делать. Присаживайтесь поудобнее, вас ждёт великолепная история под названием «Город бандитов». Я искренне надеюсь, что мы с вами наберём здесь 150 тысяч лайков. Ведь этот ролик – это не просто история, это целый фильм с нереальными эмоциями. И я просто уверен, что он не оставит вас равнодушными. И если ты хочешь меня поддержать и чтобы этот ролик увидело как можно больше людей, напиши комментик и поставь лайк. А я вам сейчас расскажу, как это всё было. Ну и конечно, не забывайте про мой телеграм, в котором частенько проходят топовые розыгрыши. Димас, нас там клан собирается рейдить. А ты всё сидишь за этим компом. Что ты там всё это время делаешь? Я играю в Warface. Это по-настоящему народный шутер. В него играли или хотя бы пробовали каждый любитель онлайн-шутеров. Уже 11 лет в Warface регулярно выходят крупные обновления. Новые сезоны и тематические ивенты. Это значит, что в игре огромное количество контента на любой вкус. PvE игроки могут погрузиться в хорошо проработанный сюжет, проходя захватывающие PvE-миссии и спецоперации во всех уголках земли. Любителей PvP ждёт 10 разнообразных режимов. Как классических, так и экспериментальных. Соревновательный рейтинговый режим и киберспортивные турниры скрупнены многомиллионными призовыми. При этом Warface имеет невысокие системные требования и современную графику. Более 300 единиц реалистичных пушек для 5-ти игровых классов. Каждый со своим стилем игры и особенностями. Античит в игре также регулярно обновляется. И хоть нечестные игроки это боль всех бесплатных шутеров, встретить читеров Warface практически нереально. Если любишь шутеры, то не упусти возможность познакомиться с Warface и начни играть наравне с ветеранами с бонусами по ссылке в описании. Играл раньше? Для тебя тоже есть бонусы? Оцени как изменилась игра и подготовься к большому празднованию 11-летия Warface, которое начнётся 12 апреля. Все ссылки в описании. Вы бы знали, как много мне придётся вам рассказать. Но начнём мы, как обычно, с самого начала. Essex, have a nice vibe, my friend. Я зашёл на американский сервер после глобал вайпа. И драться с бомжами на пляже я не стал. Я пожелал всем хорошего вайпа и отправился покорять мусорку. Но этот сервер славился огромными кланами, в которых обитало от 20 до 50 человек. Нормальная очередь и постоял. Но вы же меня знаете. Такие кланы меня не пугают от слова совсем. На этот вайп у меня были грандиозные планы. Первым делом я отправился на фармбочек. Ведь нам нужно было оружие, чтобы мы могли отбиваться от нашествия бомжей. Так, я нашёл чёт на ткань. Какие-то все тут недружелюбные. На заправке переработаться мне не получилось. Тогда я отправился на свалку, где я и планировал дождаться моего друга. Так, спальничек. Я положил спальничек. Всё, найс. Можно же... Это ты, я тебя вижу. А, это ты нифига. Ты где вот так уже приоделся, ну? Нормас. Дровосек 2.0. Хочу вас с ним познакомить. Это EDL. Если вы смотрели ролик «Повелитель китайцев», то вы должны помнить этого персонажа. Это именно тот парень, который познакомил меня с китайцами. И вот, встретившись с ним, мы идём фармить камни. Ведь нам нужно было строить домик. Давай посмотрим, где мы можем прям построиться. Возле метро, чтоб это было. Знаешь, ещё можно где кустов побольше поставить. Где кусты очень много. Кустов. Мои русские. На высоке. Да нормально, ты с китайцами как бы всё время играешь. Ты можешь вообще на своём родном говорить. И только я нахожу место для постройки, я слышу, как кто-то фармит бочки. Он фуловый. И с него упадает. Блин, слышишь? Мы его не догоним по-любому. Но у него какой-то ствол есть. Конечно, можно за ним проследить, но это шанс умереть. Я скидываю все нафармленные ресурсы EDL и бегу вслед за ним. В надежде, что я смогу его победить. Да, он на перераб пошёл. Всё, найс. Есть время его отфигачить. У него пешка какая-то. Ты пока где-то зашкерся, короче. Не умирай. Пожалуйста, пайп или двушку с этого ящика. Ревик! Сюда, подожди, стой. Подожди, это судьба? Это должно сейчас произойти. Тут с лукой стреляют, походу, в него. Да, у него ревик. Я ему две башки дал. Я ему две башки дал. Убил второго. Я сижу в кустах. Нифига себе, сыпь, что скрапать сюда. Беги домой, домой. Сейчас дома я бабахаю нам. Плюс два ревика, плюс два лука. Теперь на старте у нас даже появилось огнестрельное оружие. А после глобального вайпа это было просто замечательно. Теперь нам оставалось всего лишь выбрать место для постройки и отстроить свой первый домик. Тут какие-то разборки были, кого-то рейдили. Слушай, тут кого-то уже рейдили. Мне нравится это место. Какой дом построим сразу? Давай. Ну... Все, я улучшаю, да? Вот так вот, стой. Кто просто для буферки сделал? Какой же я много задачный? Замочек лепи. И вот спустя минут 20 выживания у нас появляется первый домик. Казалось бы, просто в идеальном месте. Вокруг нас было огромное количество РТ-шек, где мы могли бы налутать скраб. Тут вообще такие места имбовые. Смотри, на М13 построился, короче, и ни один поезд рядом не проедет. Угу. Ну мы это в дальнейшем. Сейчас надо поформить немного скрабы. Первым делом мы отправились к заправке. Там мы хотели переработать нитки на ткань. И тут я заметил двух типов, которые убегали с заправки. Я решил за ними проследить. Справа типы в доме. Один в антираде. Вышел, вышел. За тобой, за тобой. Сзади. Убил одного. Бежит еще, еще. Я ему... Сзади. Убил. Касавочка. У них тысяча скраба. Я бегу, у них ты. Полторы тысячи скраба и гранаты. Я бегу на тебя, я очень далеко. Что это, чувак? Я томик забрал, полторы тысячи скраба. Я пойду до лутая тогда. Давай, давай, давай. Я помп не забрал. Стоим в ВК еще. Ааа. Он крафтил третий верстак. Ха-ха-ха-ха-ха. Он третий верстак крафтил, этот тип. Мне нравится начало. Это что такое? Полторы тысячи скраба. Ха-ха-ха. Естественно, они побежали за нами и попытались нас перехватить. Thanks for scrap, my friend. Но когда они поняли, что я засейвил скраб, он просто взял и ливнул с сервера. Ха-ха-ха, он ливнул, слышишь? Ха-ха-ха, он ливнул? Да. Давай я его залутаю сейчас. Подожди, он реально ливнул? Ха-ха-ха-ха. Аа, блин. Хоть мы и выбили скраб, но его по-прежнему было недостаточно для реализации моей идеи. Поэтому мы отправились фармить различных фармеров, которые лутали гастейшн. Он в электрике. Я пушу. Где он? Гранату кинул. Он убегает, убегает. Взорвал кого-то. Эмиссия. Я тебя взорвал? Да. Ха-ха-ха. Мастерская граната, слышишь? Ха-ха-ха. И некоторые моменты в этом выживании были действительно странные. Вы мне скажите, вы когда-нибудь на заправке встречали Челика, который сидит в туалете? Тут чё, АФК с пайпом в туалете сидел, слышишь? Ха-ха-ха-ха. Что происходит вообще? Когда зашёл в супермаркет и съел несвежие соленья. Ха-ха-ха. Чисто сидит на Чиле на расслабоне. Но я доел их. Но если что, ты знаешь где туалет. Не совершай его ошибок. Да уж. Эта заправка нас неплохо так кормила на старте. Мы постоянно оттуда выбивали различные предметы, которые можно было изучить. Судьба нам просто благоволила. Практически за 30 минут игры мы поставили первый верстак, а затем второй. И смогли много чего изучить. О, так нормас, нормас. Я сейчас патроны изучу, и нам нужны будут печки. Печки нужны. Я стоял в доме и занимался своими делами. Как вдруг идея увидит какого-то залутанного Челика. Чел, чел идёт. Залутаны? Да, да, да. Где зараженный дом? Шкаф на доме, который стоит. Он за ним пробегает. Эй, мэн, эй, мэн, look at this. О! Два домика! Слышь, это что за бред? Идём домой. Я не знаю, что происходило на этом сервере, но мне это определённо нравилось. По пути домой, где мы планировали забежать и засейвить Томпсоны, я замечаю, что кто-то неподалёку от нас выжигает какой-то домик. Это означало ровно две вещи. Первое, нам нужно было улучшать домик. И второе, мы должны прийти на антирейд. Вот этот домик выжигали. Блин, он уже убежал, прикинь. Тупичка есть. Ну да. Тупичка нам надо. Я его убил. Это он выжигает. Сразу после, мы решили реализовать молотовы. И повыжигать всех соседей, у которых были деревянные дверки. Таким путём можно было получить и ресурсы, и различные компоненты. О, тут шкаф. Открыт шкаф. Ха-ха-ха-ха. Не, мы выбрали вообще шикарное место, чтобы тут жить. Весь скраб, который у нас появлялся, я тратил сразу на изучение дрона. На него у меня были грандиозные идеи. О, я дрон изучил. 200 металлфрагментов. Но у нас, наверное, не будет сейчас камеры. Ща, я на утро пойду это. Пофармю. Камню. Пока что надо наперекурдать. Но так как Идео постоянно выживал в китайском клане, у него было самое любимое занятие. Это не пвп, а фарм камушков. Ходят слухи, что он пытается до сих пор выполнить норму фарма. И пока Идео занимался своим любимым делом, я занимался своим. Я одного с домиком убил. Из-за того, что мы крафтили молотовы, топливо у нас быстро исчерпалось. Но нам повезло, ведь у нас был недалеко карьер, который качал нефть. С одной дизельной бочки, которую можно было достать бесплатно, фармилось 60 нефти и 170 топки. И сказать честно, это очень выгодно. Мы продолжаем искать деревянные домики, на которых можно было разжиться ресурсами. И в лесу встречаем клановую фармилу. Бензопила! Убил. Это клановый тип. Я тебе... Убил. Ты жив? Да, да, да. Я лутаю тиммейт этого. Давай. Бензопилу забрал. Домой погнали. Бур. У него бур. У него бур? Бежать домой нам было далековато, поэтому мы решаемся неподалеку от свалки отстроить небольшую и непримечательную деревянную кибитку. Но не тут-то было. На нас выходят клановые игроки. Убил. Там двое было, второго убил. Двое, двое, двое. Один же ушел за приговором. Нет, я его убил второго. Или еще один есть? Еще, еще один был. Это клан. Там два типа, два типа, два типа я укажу. Я без КП. Не лутай их, не лутай. Уходим, уходим, уходим. Убил одного. Там еще один. Убегать нам было уже поздно и некуда. Поэтому я принимаю решение отстроить здесь небольшую деревянную кибитку, в которой мы смогли бы переждать этот клан. Ничего, 12 патонов на томике. Но тут у нас кончаются ресурсы, и застроиться мы уже не могли. Нам нужно было давать им отпор. И Део смог там двоих убить, но их там было пятеро. Оказывается, что мы строились неподалеку от какого-то громадного клана. И уже сейчас я понимал, что мы сюда обязательно еще вернемся. Но пока что, у нас были дела поважнее. Например, у нас абсолютно кончилось место в ящиках. Поэтому нам нужно было расширять домик. Дерево надо будет. Сто процентов. И очень много времени мы потратили на поиски камеры. Оооо, я нашел ее! Слышь, я нашел камеру! Наконец-то я крафчу компьютер стейшн. И приступаю к долгожданному тесту. Я очень сильно хотел полетать на дроне. Сет-айди. Вот так вот. Нифига себе! Слышь? Смотри! У него какие-то ящики... Нет, это солнечные панели. Перед тем, как залазить на территорию, можно просто пролететь, да, посмотреть все. Бери двушку, короче. Сейчас полетим на этот. Я тебе буду инфу давать. И кто бы что не говорил, но дальность этого дрона просто колоссальная. С моего дома я мог спокойно летать по трейн-ярду и смотреть, кто чем занимается. Этим же временем, пока я занимался дронами, клан РТА плотно развивался. И поставил уже китайскую стенку. Но уже сейчас у меня были идеи, что я могу с ними сделать. Тем же временем наши соседи появились в сети. Не так как у Идео не было фпс, а чтобы сидеть на камерах, инфу ему приходилось давать мне. Еще сзади, сзади, сзади бежит, сзади бежит. Бомжара, хорош. Лутай спокойнее. Я бегу домой, короче, у меня КП очень мало. Вижу, вижу бомжей, стой. Тут бомжи одни, можешь лутать. Я дам инфу еще. Бомжара бежит лутать. Там где елка. Чел на крыше. С болтом. С болтом? Да. Я ушел, лута. Слушай. Блин, его можно убить и болт забрать, он выпадет у него. Он попытался сбить мой дрон, но это была его большая ошибка. Ладно, нормально, более-менее. Первым же делом я побежал доставать моих любимых соседей. У меня был план, как отжать его болтовку. Эй, б***ь. Я уничтожаю твой болт. Ф*** ты. Я рассчитывал на то, что он выглянет на меня, я его убью и болтовка упадет вниз. Но выглядывать он не собирался. Он попытался выйти через первый этаж и убить меня. Ерффкин бич. Убил? Я внутри. я чекаю вход я подбегаю к входу и внутри чекай есть чем разбить я где-то выкидывал посмотри где-то выкидывал эти инструменты под окном ох нормас а я помню я его убил походу убил одного типа сберданки вижу в топ сетч пустой на крыше о май год плиз донкил берда летит сюда здесь происходила какая-то лютая жесть мы были заперты у них на территории но мы знали как можно передать отсюда все пушки и дл кельнулся и побежал сюда снова а мне оставалось всего лишь выжить тебе перекидывать нет 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 гранаты там сможет полутать да на а я пешку еще одну выбил я сражался с ними до последнего патрона и последнего бинтика они просто боялись спуститься вниз чтобы меня убить и пытались закидать меня гранатами под моими найками роз они называют меня босс у меня взорвало на из принципе мы можем попробовать через дрон полутать базу тех типов помнишь о которых я говорю план у нас был максимально прост и хорош наступала ночь мы хотели отстроить неподалеку от того клана кибитку чтобы я поставил там компьютер стейшн и мог разведать обстановку ну-ка я сейчас слетаю посмотрю на наличие блин ударяться нельзя короче еще турелей нет тут много ящиков тут тачка у них стоит сверху чел он стреляет у меня была пнвшка и с собой у меня были лестницы я должен был туда залезть чтобы что-нибудь ёнкнуть но мне нужна была информация тогда мне пришлось посадить на дроны и дело чтобы он мне давал инфу shift и жми и держи у него 15 кпс а я побежал действовать одного убил еще там будет я подлетаю чаще хай с фонариком на улице бегает возле тачки на улице выпал один фонарик особо близко не летание тебя собьют еще убил я отхожу дальше пускай пушит пускай пушит у меня пнв один фонариком прямо на телу по мне стреляют убил еще один пушите знаю четверых убил один гола идут результаты я бачу берганщика на себя ох нифига тут лесов убегаем я берганщика на себя попадает на бальчик как она пишет в головы глутация идет убил на крыше убил я чекаю дальше крышу смотрю выходит по-моему из дома еще двоих убил честно говоря я не знаю что тут происходило но в этот момент я почувствовал себя реально читером у меня постоянно была инфа откуда бегут противники и скажем так это была моя первая успешная реализация дрона в боевых действиях офигенно сколько человек и ассаленте отфигачили ну я просто убиваешь одну и там когда просто просто жесть добро пожаловать мне ночью надо ходить так прикольно что значит надо сделать что сюда металл дверь поставить металла у нас не было и мы понимали что скорее всего они нас зарейдят мы хватаем все ресурсы и пушки которые выбиваем и со спокойной совести уходим домой если они фонарик и не включали бы ты был умер бы там я уверен типа я бы не мог давать но я по звукам во первых ориентировался во вторых у меня пнв было я в любом случае победитель там был там нереально выиграть того у кого из пнв ночи я просто вижу как это фонарик включается резко потухает включился выключился включился выключился слышишь о да вижу стой это он терять дом но чё-то не ты ничего не нет я не могу не это не хороо стой нет 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 я вам не хочу жить оcate мне оао ооо гейдерат покажи на это мы должны увеличить ее не должны увеличить ее всего я просто начинаю роман давай бери да вот это бемс бемс если ты любишь я могу подсветить другие места Да, вылазка была очень успешная. Так мы мало того, что отфигачили какой-то клан, так еще и помогли новичку. Весь скраб, который у нас появлялся, мы абсолютно тратили на изучение. Так у нас появилась базука со скоростной ракетой. И очень много времени мы проводили в метро в поисках камер. И как вы знаете, у ИДЛа был слабенький компьютер, поэтому демку в Дискорде он запустить мне не мог. И тогда я позвал две переносные установки под названием... Стрекозел. А вторая переносная установка называлась Стрекоза. Ну а дальше? Дальше я вам покажу максимальную реализацию этих дронов и как правильно ими пользоваться. Я обучил свою переносную установку, чтобы она могла пользоваться этими дронами и бесконечно могла вещать мне информацию о противниках. Короче, смотри, тут управление максимально простое. Типа, контру это вниз, шифт это вперед. Чтобы поворачивать, нужно поворачивать мышкой влево. И кнопкой AD ты просто летаешь влево-право. Ох, нифига себе они тут обустроили свой домик. Они еще и корову купили. Да чувак, не стреляй ты в меня, елки и палки. Короче, передаю свое управление Стрекозе. Садись и давай мне инфу. А я пойду их байтить. Чтоб вы понимали, выглядело это примерно так. Это мой экран, а это экран Стрекозы, который я видел в Дискорде. То есть я получал информацию в лайф-режиме и видел все передвижения противников. Вижу его. Он за мной, наверное, сейчас пойдет, да? Убил калшиста. Дал голову ему. Я бегу. Забрал калаш. Это я. Я. Убил их. Я их убил. Я за лутая, может с калашом убегать. Изи бич. У этого Томпсон не забрал. Лутай Томпсон. Смотри, чтоб к нам не шли. Они пытались проследить за нами до Талова. Но пока что покидать местоположение я не планировал. С калашом идет. Меня убили, я не понял. Где? Не вижу его. Слайка. Он убегает в сторону дома. Убил его. Я выхожу. И перед тем, как они сбивают стрекозу, я вижу последнюю информацию. Калашиста убил. Еще один. Слева, 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 слева. Убил. Я калашиста золотых. Еще убил. Ребят, быстрее. Короче говоря, мы лутаем все, что у них только было и сваливаем оттуда домой. Ведь мы понимали, что нашу кибитку очень скоро зарейдят. О, и вы не представляете, как же я был прав. Через пару минут приходят они. И они явно были агрессивно настроены. И хоть на защиту домика я выделил две турели под названием стрекоза и стрекозел, но справиться с таким кланом, тем более в кибитке, запертыми, они не смогли. Но сказать честно, мы вытащили оттуда самые главные для нас предметы. Так что все, что они забрали, это пару томиков. Получается так, что мы смогли их переиграть по всем фронтам. Тем же временем у нас были большие проблемы с камерами. Нам даже пришлось поставить магазин, где мы покупали эти камеры по оверпрайсу. Согласитесь, не каждый готов ее купить за 150 мефти. Я плотно начал заниматься фармом бочек. И наконец-то мы поставили третий верстак. Жизнь на этом сервере шла полным ходом. Неподалеку от нас кланы вовсю сбивали вертолеты. Мы, конечно, пытались его перебайтить, но что-то пошло не так. Честно говоря, мы потратили полдня на поиски камер. В метро их просто было не найти. И тогда я принял решение найти машину, чтобы отправиться к лабораториям. О, я тачку нашел. Блин, нам много, интересно, надо будет патронов потратить. Нормас, нормас. Сейчас заберем. Топовые детали, слышишь? Поехали. Тачку мы нашли. Оставалось только повесить на нее кодовый замок. Но для этого нам нужно было отстроить небольшой гараж. И сейчас два путника отправлялись в сторону подводных лабораторий. У них была всего лишь одна цель – налутать побольше камер. Но они не знали, как повернется судьба дальше. И что это решение будет переломным в их истории. В этот момент я решил сбегать на склад, чтобы переработать что-то на металл. И вижу огромный, огромный город. В котором обитало невероятное количество игроков. В чате много раз я видел информацию об этом местоположении. Но я не представлял, каких масштабов здесь строения. Пока что я не знал, что я буду с ними делать. Поэтому мы отправились лутать лабораторию, в которой надеялись найти камеры. Но там мы нашли подводного лутателя. Ох, нифига себе, слышишь? У него камера была! И в этот момент мы понимаем, что мы построились здесь не зря. Но в моей голове остается этот город. Я хочу понять, кто там живет. Короче, я сейчас возьму с собой немного ткани. Раскидаю везде спальники. И хочу посмотреть, что там за типы вообще живут в этом городе. Мне интересно, насколько они дружелюбные. Ну что я могу сказать, это то, что фпса здесь просто нет. И какие же у них громадные постройки! Что это за кольт? Офигеть, тут домиков! Сколько здесь живут человек... О, челик дом расширяет. Еще один тип. Так. Но он вроде бы меня не убивает. Нифига себе, сколько их выбегают! Они что, метро идут лутать? Офигеть, здесь народа! Это просто жесть! Интересно, если я к ним подойду, они меня убьют или нет? Почему он в меня стреляет? Почему они меня убили? Я же их не трогал! Это их самая большая ошибка. Так. everybody hear me? наш neighbor, Artsy, Directionnet, я нужна на всё-таки! Any tools, My base is getting raided. Can you give me tools Всем нужна на всё-таки? Ммм. Free stuff! Human cook at meat! Ммм. Новый цвет. неужели они меня домой впустят они меня на бины хотели забайтить интересные ребята еще какие-то типы идут о май гад сидит men я не пойму почему они меня убивают если я их не трогаю короче судя по всему этот город не очень дружелюбный и в этот момент я понимаю что ребята с этого города не совсем дружелюбны я не планировал их убивать и как-то мешать им играть но они сделали свой выбор а я сделал свой раз вы ребятки не хотите со мной дружить то я сейчас помострою о нифига трое ой будем честны шансов у меня здесь не было я хватаю томпсон и иду следить за ними в надежде что кто-нибудь из них отделится и я смогу его поймать этот город сейчас был очень занят они пытались полностью огородить эту громадину заборами понимая что их слишком много людей что они могут не понять что я не свой я принимаю решение найти какое-нибудь слабое место у них на территории чтобы в будущем построить там домик у зеленая дверь быстрее нифига себе у него дверей они мне сейчас пригодятся еще домик тут построю убегаем нафиг ты видел сколько тут людей тут мне кажется вообще весело будет это все здесь надо жить у меня были железные двери мне оставалось всего лишь на фармить немного камня тем же временем и дэйл фармил дерево мы должны были успеть построиться на их территории до того как они огородятся заборами бэмс но у тебя пешка улетела нужно только то нам сейчас все нужно мы сейчас новый дом построим начинает темнеть и мы понимаем что это самое идеальное время чтобы тут построиться потому что днем они бы уже нас точно спалили у меня все есть бэмс слышишь они просто фармят им все равно у нас появился домик на их территории и мы начинаем проворачивать грязные делишки большинство из них просто не были готовы к тому что мы здесь построимся я держу лутая снял ну-ка зацени мой шмот опа у нифига ты чё рыбный монстр да я пойду сейчас они усянку у нас даже появились лесенки которые мы могли использовать для того чтобы залезть кому-то в окошко и попытаться их обокрасть чё убежит фонарик он ко мне будет сейчас залазить я ему с двушки сейчас бэм бэм я не вижу арбалет был разминировал еще буду ждать может он наверх поднимется он тоже разминировался пойду полутаю аккуратно аммины везде так вот раз минка где он сдох топорик это я это ты тут милка была о слышь тут бункер открыть тут двери открыты блин там контраб будет по-любому будет гантраб тут все открыто слышишь никита я нашел все тут луки чем можно шкаф разбить angry core тут все ящики пустые тут походу просто кто-то переехал зажигательные стрелы я сейчас шкаф тут выжгу я берусь этот дом заберем этот дом сейчас ящик разобью и попробую шкаф выжечь если мы этот дом заберем это будет просто пушка я из дома когда возьму немного ткани ой дерево это да 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 давай неси минус шкаф мне сейчас дверь докрафтится я попробую воткнуть билдинг-блок блин тут походу мультишкафы я двери взял там мы тут уже их не поставим тут блок меня спалили не смысла а потом мы с никитой начали байтить более залутанных челиков чтобы выбивать с их пушки иди байте его слышишь а я его убью спешку он на мне смесь не смесь не смесь на метро вы не представляете как много пушек мы выбивали с них просто бегая по их территории и в какой-то момент им это надоело и они решили провести забор и избавиться от таких паразитов как мы а потом пока я ходил за дронами домой никитов поймал какого-то фармера на их территории фулл инвент чел просто бегать дом хотел себе построить здесь но металла конечно нет вообще просто но не иди домой вообще даже не думай чё там там ищут кого я поубивал никита нафиг ты кого там убил ты посмотри сколько типов возле нашего дома как мне домой попасть мне нужно дрон засейвить и компьютер этот station они по-моему ушли я пытаюсь домой забежать беги беги домой слышишь заноси лес и если за тобой давай 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 забегай забегай быстрее и все мы просто должны сидеть и не издавать никакого звука просто стой на месте наконец-то у нас дрон появился я просто хочу полетать здесь посмотреть где эти типы вообще бегают ты просто посмотри на масштабы этого города чувак это просто жесть я не представляю как тут все днем будет офигенно выглядеть но ночью здесь нереальная атмосфера там фонарики бегают видишь смотри сколько здесь фонариков бегают сколько живут здесь людей там дом на половину открытом печки работают я что-то турели там не вижу кстати слышишь можно будет попробовать к ним залезть я не знаю ребят как вам передать свои чувства в этот момент но даже на монтаже смотря на все эти постройки у меня просто идут мурашки а них полностью закрытая территория а на рассвете эта территория обретает нереальные краски по некой информации в этом городе жила больше ста человек сюда в одном из домиков я увидел открытую гаражку и попытался туда залететь но не рассчитывал что дрон упадет и застрянет дрон застрял и тут челик ходит в доме тем же временем возле нашего дома что-то происходило в школе я изучал немецкий язык плюс я знал английский поэтому я понимал о чем идет речь они не понимали чей домик появился на их территории они пытались огородиться заборами но им не давал на шкаф и судя по всему они пытались призвать нас чтобы мы вышли и отдали им дом но мы понимали что если мы откроем двери нас сразу же убьют спавнись рядом и говори инфу сейчас надо сидеть и не издавать ни единого звука они поняли что это не наша база ну я прождал в этой кибитке больше десяти минут и попытался выйти и поставить дрон но меня убивает челик смотрит смотрит проем смотрит выход сколько я их тут убил эту четверых убил я убегаю я убегаю закрывай я упал сыр спавнись быстрее поднимай меня спавнись и поднимай у меня когда будет неэш я забыл If When I see you again Can you beatbox Yo Yeah Yeah, more, nice really nice What you want from my bass hey guys You want all man No, I don't have something I'm naked like you You have all No I don't have something from you man Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что эти ребята придут на скоро рейдить, тем более они сами об этом нам сказали. Поэтому нам нужно было с этим что-то делать. И тут начинается что-то невообразимое. На горе жил огромный клан, которые увидели, что они сидят у нас под домом, и они решили нам помочь. Опа. Мне кажется, у нас есть время построиться. Давай я кельнусь, посмотрю, что там. Не, не надо. Кельнешься, у тебя таймер будет. По ним стреляют. Ай, больно. Они рейдят нас. Застраивайся. Подожди. Бери, бери план постройки океанка. Можешь застроиться? Дерево нужно все? Подожди, пока сидит. Сиди там, пока. Сиди там, пока. Я сразу умер. Я сразу умер уже. их убивают их убивает нормас нормас держимся я поставил дверь нас кто-то спасает слышишь я застроился давай на улицу выйду бустани стой бустани зачем ты умер я застроился разбил дрон убил раз убил два чувак сколько их ты ты на улице может прийти еще по убивай убил 3 убил 4 вот это движ убил 5 я дома волшки постреликом убил капец нас чуваки сверху спасают это жесть нафиг я могу дрон запустить полетать посмотреть что там и вы не думаете что это был конец этого замеса это было только начало проблема в том что ты домой походу попасть не сможешь а с питоном я бомжей тут мечту готов бегут открывает ворота вышли на ворот убил еще убил еще убил в дверях еще убил еще убил 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 лута его вдалеке был вот я тут айлутай а нет умер яша дрон на дроне залечу посмотрю что там они делают блин стопора воду nice я взлетел я улетаю капец их тут бегают подожди я хочу посмотреть что у них на территории вообще смотри дом змейка какой-то странный так это у них основа смотри по любому типы на коптере у них то магазины стоят и как будто все закрыто чё нас отгонаживает тут двое бегают они реально нас настраивают заборами чувак открыли ворота они шкаф свой поставили сюда тут дом какой-то гниет у этих пацанов солома я там был там ничего ловить тут можно лутать спокойно слышишь на только надо сначала попасть к ним как-то за за территорию нет это ошибка нет это ошибка чувак нет они подобрали его я не знаю что здесь происходило но это был бесконечный тир в котором нас пытались полностью оградить заборами забрал питон и два шприца все я им устроен минус берда 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 я умер у тебя вообще блин вижу убил 1 давайте обустану на крышу а там был вот путай убил еще один лутай пришел оперу убил еще один подход это потомов 5 полутая у них у них томсом был и именно сейчас происходит то чего я точно не ожидал у и дейла вылетает компьютер а на этом сервере 100 человек очереди и зайти в ближайшее время не может я остаюсь полностью 11 против города бандитов я то их убил нафиг я не могу почему потому что ты тут лежишь я не могу построиться чувак а у нас пути меня убили чувак ты все убил нафиг что ты хочешь от моей базы, скажи мэн я их закрыл! я их закрыл внутри! в кусты! нет! 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 Уинстит корма массира подавал мне твой мусор ering Опа 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 brother millimeters дерево забери у меня есть план безотказный план шкаф шкаф ящики есть о please don't kill me please 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 don't do it please don't do it помогите кто-нибудь спасите они заберут мои берданки нет блин я боюсь выходить они по-любому наверху сидят а а они будут разбивать снова а серьезно серьезно я полностью был уверен что я успею поставить еще один шкаф но из-за того что я играл на американском сервере где у меня был огромный пинг я этого сделать не успел а вот это тиль все вот это гига называется ахахаха они меня заперли помогите кто-нибудь ну по ходу ты с концами а они долбят нет 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 есть варик выбежать и убить и нет такого варика нет такой варик может быть только в сказке в детских фантастиках понял может быть такое надо было потолок улучшать сюрприз и ты сюрприз блин чувак но я умер здесь борись до конца игра близко из ангут нейбор призмен ангарикут окей айдил бэк энд билд нью бейс эндию краинк лайк я не выживу здесь к сожалению тут не реально выжить этот и нет а он и не он а он куда он сколько там а сколько я их там убил их там счет 20 человек все рейдере их там 20 человек радио нас я не понял смотри что это нафиг сейчас попробую пробежаться за мной бегает он за мной бегает ну нормас они там выкидывают ха 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 hello my sweetie hello my sweetie so nice loot for for you yeah so nice loot nice very beautiful very good man so nice bye bye steam account my man bye bye им ничего не оставалось кроме как обвинить меня в читерстве и зарейдить меня нереальной толпой у меня не было чувства осадка то что я проиграл эту битву наоборот я даже в какой-то степени считал себя победителем они думали что они просто так меня зарядят и избавиться от меня но как же сильно они ошибались они напали не на того игрока я хочу подойти к домику на горе и выразить им благодарность за то что они помогали они красавчики вы лифе ажус вана саю я хочу сказать вам большое спасибо потому что вы меня спасли слишком много времени не 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 турец эй ты слышишь меня? я просто умер потому что это слишком холодно Мой друг, я хочу сказать вам большое спасибо, потому что вы меня спасли слишком много времени. Вы меня спасли, когда Вилланджи рейдил мою базу. Спасибо, но он рейдил мою базу. О, это самое лучшее мы можем сделать. О, ты, кто в композиции? Да. Ты в композиции, который они пытаются ввести? Да. Да, мы смотрим эту вещь. Это так ужасно, но этот парень рейдил мою базу, он потерял 20 рокетов. Да, мы кусали болты, который бомбил них. Это так, что бомбил них. Да, да, я знаю, я знаю. Ты так хорошо, потому что ты спасли мою жизнь 20 раз. Спасибо, брат. У Sup cadre, я помню тебя, мой друг. Я помню тебя, и мы пытаемся бороться с большими врагами, большими грязями. Какими-то, как-то ущерб, чтобы танки. Вряд ли этот дружелюбный иностранец меня когда-либо увидит. Но я хочу ему выразить большую благодарность. Uncle Ruckus, thanks for help. Наконец-то у меня появился повод появиться в нашем основном домике и немножечко его укрепить. Ведь мы понимали то, что этой ночью, скорее всего, большинство наших домиков зарейдят. Есть. Я знал. Ты живой? Да, он умер. Видите эти приятные квадратики возле моего домика? Это шкафы наших врагов, которые жили возле супермаркета и постоянно стреляли с болтов. Серега обустраивать свой домик не планировал, но я все же настоял и решил помочь ему это сделать. Он все-таки является новичком, ведь у него буквально 200 часов, которые он наиграл вместе со мной. А играть со мной, это одна сплошная боль, поверьте мне. О, нормас. И вон ту надо разбивать. Вот тут шкаф, смотри. Угу. Он смотрел так бамс, 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 бамс. Я тебе могу стекла еще скрафтить на окнах. Пускай. Ты думаешь, выдолбит? Ну, могут, да, и захотят. А третий верстак со всеми ценными ресурсами я закатал в такой же квадратик неподалеку от дома. Я был уверен, что его никто не зарейдит. И это была моя небольшая нычка. Третий верстак. Калаш. Патроны. Немного хилок. Это, в принципе, все, что мне нужно. Турель. И камеры с ноутами. Это просто... Пушка. Так закончился этот тяжеленный день выживания. Зайдя на следующий день, я был в шоке с того, что построил ИДЛ. Вы посмотрите, во что превратился наш домик. Нафиг ты такую вышку построил, ты че? Ну, дефать и все, что на всякий. Да, эта вышка не поможет дефать. Ну, пускай будет. Страх она водит. Ты че, ровкемпер что ли? Бывший. Бывших ровкемперов не бывает. Да, да. Ты специально ее построил так высоко, чтобы мы всех видели, что ли, здесь? Да. Надо еще лучше. Не, не надо. Стабильности не хватит тоже. В этот день мы планировали вернуться к этому громадному городу. И плотно подготовиться к жесткой схватке с ними. Реализовав абсолютно все, что у меня было в планах. Может, реально есть смысл здесь построить дом? Смотри. Тут место вообще свободное. Я гаражку ставлю. Кудлок на краб. Краб скинул. Кудлоки у меня есть. За считанные минуты мы здесь отстраиваем неплохую крепость, в которой мы планировали обосноваться. Она находилась недалеко от лабы, а компоненты нам сейчас были очень нужны. Первым же делом я запускаю своего дрона, благодаря которому я планировал полностью разведать обстановку. Ну, этих пацанов можно не бояться вроде как. У них дом такой себе. А, он как будто зарейженный. Они машут в камеру. Так, у них есть турели теперь на крыше. Этот дом вообще слабенький. Слабенький. Вот этот дом очень слабый. Вот этот дом тоже можно зарейдить. У этих есть турели теперь. Но турели у них немного на каждой территории. Три турели. Ох, нифига! Тут челики формят. Или шкафы ставят. Я просто коптер, короче, на крышу посажу, чтобы никто не знал, что он тут. Всё. Всё, пойдём разберёмся с ними. Сегодня я планировал устроить им самую счастливую жизнь. Патронов нет! Одного с баловы убил. Убил. Там двое ещё. Они под забором бегают. Под забором. Можно уходить. Там много лесов? Да, да, да. Инвентарий ресурсов. Шкафы. Калаш надо скрафтить на деф. И отстрелку сделать. Потому что у тебя прям камень есть? Или только дерево? У меня водолазы, слышишь? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Убил одного. Чё это? Кто это? Я какого-то водолаза плотного убил. Ха-ха-ха-ха-ха. И сколько бы я здесь не летал, мне всегда поднимало настроение. Это поняшка. Поняшка чистая. Ха-ха-ха-ха. В какой-то момент я замечаю, как машинка с кемпер-модулем заезжает к ним на территорию. И выбежало из неё порядка пяти человек. Я прослежу, куда она едет, тачка, чтобы её взорвать потом. У неё гараж на половину открытый. И только на монтаже я увидел, что некоторые дома у них выглядят максимально странно. Например, этот дом похож на ракету. Но волновали меня эти домики пока что меньше всего. Больше меня интересовали челики, которые пытаются лутать в лабораторию. Минус один. Роман какой-то, или Роман. Я увидел ник одного из тех, кого я рубил. И это были те самые городские бандиты. Я принимаю решение взять калашик и дождаться, когда они придут домой. А ещё ко мне наконец-то присоединились стрекозёл и стрекоза. И теперь они контролировали весь воздух. Я видел абсолютно всех, кто бегает по моему острову. Я прям на него иду, смотри, видишь, слева прыгает. Да, 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 вижу тебя. Сейчас я ему дам прозраться. О, я вижу скалу. Он меня чуть не убил с этой пашки. Офигеть. С лестницы. Найс. Подводный сет! Это не ты! У нас подводный сет выбежал! Он умер. Ох, нифига! Ох, нифигашеньки! Когда я понял, что в лабе ещё остались несколько игроков, я хватаю гарпун в руки и отправляюсь туда. Я его убил. Или нет? Убил. Он меня убил. Он там сидит. Он там сидит. I will see you! Это он? Надеюсь, это он. Нет, это не он. Там фонарик, видел. Но у меня есть ПНВ, две штуки. Найс. Я могу тут долго в воде находиться. I will kill you! Да, он прямо здесь стоит, в центре Бжаггера. Убил? Нет. У тебя больше нет ракет? Он тут! Он тут! Он тут! Он тут! Он с другой стороны! У тебя есть ещё граната? Кидай в него! Он умер! Он умер! Ещё гранату кидай! Ещё туда же! Туда же? Да, да, да. Туда же, быстрее! Кинул. Давай! Есть ещё оружие? Есть какое-то? Я кинул ещё одну гранату. Он тут. Я с другого заплыл, но у меня оружия нет. Он уплыл. Он уплыл, этот тип. У меня джаггер теперь есть. Теперь мы с Никитой полностью контролировали подводную лабораторию и могли спокойно лутаться. И вы можете задать вполне резонный вопрос, зачем нам скраб? А скраб нам нужен был, чтобы изучить Сишку. Скраб по нафармить, изучить пружину. О, НПЗ. Наконец-то мы изучаем С4. И теперь мы могли зарейдить у них пару домиков. Оставалось найти только цель. А ещё на своём домике мы также затестили, как работает дистанционная С4. Вы не подумайте, мы её не взрывали. Мы просто проверяли, взорвётся она просто так или нет. Давай, если я её могу... Стой. Её подобрать можно. О, нифига, она долго подбирается, стой. А если я ещё раз её кину, она будет тоже пищать? Она меня, можешь накинуть? Не, не могу. Рейдить мы планировали этот небольшой домик. Мы знали его слабые места и что тут обитал какой-то Руфкемпер. Тем более мы могли у него угнать пару коптеров. Слушай, мы можем дом взорвать, у которого два коптера стоят. Начинало темнеть. Именно в темноте мы собирались действовать. Два агента, Гутентак и Хенсель, отправляются искать точку, в которую они смогли бы попасть в город бандитов. Пожалуйста, сейчас не лутай, типа, в поле. И вообще не стреляй особо. Нельзя стрелять. Сейчас максимально мы агенты. А агенты действуют в темноте, не привлекая лишнего внимания. На самом деле, найти лазейку, как попасть к ним на территорию, не составило и труда. Нужно было всего лишь немножечко подумать. Тут кто-то справа светит. Тихо. Тут все открыто у тебя, подожди. Тут открыто все. Подожди. Золотай меня, золотай меня. Я от этих купол взял. Подожди, подожди. Чувак. Я понимаю, я бегу. Скибитки наши. И тут наши планы резко меняются. Мы понимаем, что мы можем зарейдить этот домик. Ведь здесь был всего один потолок до лута. Блин, слышь, мы можем этот дом бахнуть. Я беру тогда... Подожди. Тихо. И у нас тут выпрыг будет, если что. Они в низ засетах. Надо будет их сразу убивать и внутри фигачить их. Нам повезло, что нас никто не рассекретил. Когда мы провазили здесь в прошлый раз, все двери были закрыты. А сейчас все открыто. Это означало, что хозяин в онлайне. Нам нужно было спешить. Но заранее я предупреждаю. Готовьтесь. То, что вы увидите дальше, это будет лютая жесть. Мы хватаем все самое лучшее, что есть у нас в домике. Делаем сишки и берем немного ракет. На всякий случай. Садимся в тачку и повъезжаем туда снова. Машина это был план отхода. На камерах у нас сидит стрекоза. И полностью палит всю территорию города. И кажется, что этот рейд будет простым. Но он таким только кажется. Я пролез. Убил типа все, я накидываю сишки, пофиг. Ты жив? Я в проходе становлюсь, да? Не тут. Но там, да, дальше. Он тут. Убил. Тут куча рейсов. Я захожу. Либо на улицу. Смотри, чтоб он не закрыл нас. Иди сюда. Компоненты лутай. Я лутаю. Я слутал все компоненты. У меня забитый полный. Надевай на себя другую броню. Антират на цепи. Что можно еще забрать отсюда? К вам тип бежит. Два типа. Четыре типа. Четыре типа уже. Рядом, под домом. Все, уходим. Понял. Я ухожу. Аккуратно, аккуратно выпрыгивай просто. И в тачку садись. Сел? Садись. Садись, садись. Уезжаю. Уезжаю, брат. Уезжаю. Уезжаем. Они пробили. Пробили. Едь, просто едь. Куда ехать? Куда ехать, брат? По берегу можно бьет. Нет. Они за нами идут? Нет, все. Двое с забором, трое. Остальные внутрь зашли. Что это было? Нет, мы бы тот дом точно не зарейдили, слышишь? Это Unreal был. Топка. Я закину. За вами три типа вышло. Поехали. Садись. Мы едем, мы едем, мы едем. Все, найс. Фух, мы проскочили речку. По нам стреляют. Они знают, где мы живем теперь. Ура, победа. Минус один дом. У нас есть топливо. Пятнадцать пружин я забрал оттуда. В этот раз мы сделали что-то невозможное. Просто не передать словами, какие чувства меня переполняли. И мы знали, какой контент нас ждет дальше. Мы понимали, что второй раз нам туда залезть просто-напросто не дадут. Но решили испытать удачу. А вдруг нам бы повезло, и мы смогли еще что-нибудь ионикнуть. Меня убили. Беги, беги, беги. Справа, справа этот. Я не убил. Я подумал, спасибо. Есть хилки? Хилки есть? Нет. Я зашел. Убил одна, а двуску убил. Еще двое осталось. Нет, там смысл. Меня убили. Полутай, у меня калаша, уходи оттуда, короче. И знаете, порой мне кажется, что наши действия были слишком сумасшедшие. Вы просто посмотрите, сколько чуваков мы смогли забайтить на четыре сишки. Смотрите, сколько их. Ах да. Машинка наша пала смертью храбрых. Она не сдавалась им до конца, поэтому они ее полностью взорвали. Сказать честно, я уже сбился, какая по счету это была черепашка. Но мы тоже ее будем помнить. Биба, ты навсегда останешься в нашем сердце. Рядышком вместе с черепашкой Джо. И мы никогда тебя не забудем. Нас рейдить будут 100%. И очень скоро. Слышишь? Тут 50 человек возле меня. Что мы вскрыли? Ну мы одну базу у них вскрыли. Мы нашли у них там оружие и все в этом роде. Смотри, смотри мой экран. Посмотри, сколько их. Я вижу, я там вообще бегаю. Смотри, сколько их. Я тут бегаю, я тут бегаю, я тут бегаю. Я плаваю в воде, смотри. Стой. Такой гениальный мув был. Ты видел нашу машину, что смешала? Ай, жесть. Блин, вот это мне нравится, вот это топ. Их большой дом я понял вот после этого рейда, что его нереально зарейдить. После того, как мы спалили им дом, было очевидно, что они придут нас рейдить. И мы должны были подготовиться и поставить мультишкафы. Мой напарник Идео понимал то, что отсюда стоит перевезти все ресурсы. И отвез их в старый наш домик. Оставил только немного ресурсов, чтобы я мог улучшаться. Ну блин, у меня столько дверей нет. И металла нет. Сейчас я металл нарубил чуть-чуть. Да он плавится долго, в этом проблема. Проходит всего лишь 10 минут, и стрекоза нам дает важную информацию. Рейдить, рейдить идут, рейдить. Их 50 человек, выпиши, Ладима. Я не успел построиться, но я успел мультишкаф добавить. Офигеть их там! Их человек 30, не меньше. Реально? Да, да, человек... Это жопа какая-то. Тебе ГГ. С палки раскидывают. Они скалу будут рейдить сначала. Они там толпятся. О, все, нам ГГ. Да, нам ГГ. Да, лин, да, стомик есть. О, сколько их! Тут большая глубина? Нет, я не смогу уплейть. где они их там немного до человек 50 меня взорвали я забежал закрылся а там большая дыра до меня или такая себя я двоих спалю я не смогу до выбежать застроиться не вряд ли смогу он близко в джагере я спрятался дальше я подальше а ну тут совсем чуть-чуть человек в принципе пришло меня рейдить ты знаешь я как-то надеялся с этого домика нашего отстрелять чуть-чуть я не успел мины поставить они бы столько попередохли реально это просто жесть нафиг 50 человек просто возле нашего дома вот знаете вот после такого я чувствую как же мы сильно им надоели как бы то ни было справиться с такой ордой мы просто-напросто не могли их численность превосходила нас примерно человек на 50 но вы не думаете что это конец что Гутентак и Хенцель до сих пор им пытаются противостоять и кто знает что их ждет впереди но эти приключения останутся в памяти надолго а если вы хотите увидеть вторую часть как можно скорее то ставьте лайк и если здесь наберется 200 тысяч то она выйдет очень скоро огромное спасибо хотел бы передать всем кто досмотрел этот ролик до конца и оставил свой комментарий вы помогаете мне продвигать это видео в топ и вы мне скажите разве было что-то эпичнее этого видоса я могу этот ролик поставить рядом с моей армией и я искренне надеюсь что вам этот ролик понравился и спасибо китайскому другу Идеэлу который снимается со мной несмотря на то что у него всего 20 фпс а в этом городе фпс не превышает 10 а Субтитры создавал DimaTorzok